Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы продолжаем изучение линейки продуктов Faberlic Molecular Force и начнем с изучения главных систем, главных управляющих систем органов и тканей организма. И сегодня мы поговорим о нервной системе и о продуктах из линейки, имеющих к ней прямое отношение. Нервная система — это совокупность специализированных клеток, отвечающих как за постоянство внутренней среды организма, так и за координацию взаимодействия организма человека с внешней средой. Это управление практически всеми функциями, как на уровне, скажем так, непроизвольном, или на уровне, которое нам досталось в наследство от наших далеких предков, так и на уровне произвольном, на то, что называется высшая нервная деятельность. Нервная система — это максимально сложная система организма, которая постоянно находится в процессе изучения. И еще очень много впереди у нас у всех для того, чтобы что-то изучить и на массу вопросов ответить. Но, тем не менее, давайте уточним ряд моментов, имеющих прямое отношение к вам и к нашим потребителям в той ситуации, которую мы должны будем обозначить как «а что за проблемы с точки зрения нервной системы мы можем решить при помощи БАДов». Нервная система любопытна тем, что для нее характерно вот это состояние ни здоровья, ни болезни в очень выраженной форме. Это состояние, которое может быть названо усталостью, это состояние, которое, может быть, очень многие когда-то, в том числе теоретики называли нервное истощение, и признаков дисрегуляции, признаков то, что называется непорядков в нервной системе. Их достаточно много и достаточно разнообразно. Давайте попробуем некоторые из них обозначить. Это состояние этой самой хронической усталости, раздражительности, снижение работоспособности, снижение или уменьшение привычных реакций на общение с окружающими. Это сонливость или, наоборот, состояние бессонницы. Это странное, неожиданное ощущение странного блуждающего зуда или боли, холода или жара, скажем, в конечностях или на поверхности кожи. Это очень много мелких признаков, которые, сложившись далеко не всегда, приводят к диагнозу. Итак, нервная система нуждается в постоянном нашем, во-первых, самоконтроле, а во-вторых, нуждается в неких усилиях по ее нормализации. Первый продукт, который мы сегодня рассмотрим, это продукт, который называется антистресс. Давайте несколько слов о проблеме. Стресс это практически бытовое. Это практически уже далеко, давно очищено каких-то медицинских оттенков. Явление, оно постоянно на слуху, оно постоянно в лексиконе каждого из нас. Это означает два момента. Первое — это стремление от него избавиться или его нивелировать каким-то образом. А второе — это означает чудовищное размывание, в хорошем смысле, правильных физиологических понятий того, что такое стресс. Очень коротко. Стресс — это типовая реакция на любой сильный раздражитель. Причем сильный раздражитель — это может быть найденный самородок золота или алмаз величиной с кулак. Это может быть попытка удрать от тигра. Это может быть сдача экзамена. Это может быть бег на 100 метров олимпийского чемпиона. Это все моменты, которые называются практически обусловлены стрессом как таковым. Итак, стресс может быть негативным, может быть позитивным. Но у него есть главная существенная особенность. Стресс, как правило, в том числе и позитивный, эу-стресс так называемый, он приводит к истощению энергетических параметров, энергетических резервов нервных клеток. Это означает следующее. Мы обязаны, во-первых, это истощение восстановить, во-вторых, максимально нивелировать вот эти негативные последствия стресса, связанные с истощением, потому что они запускают массу негативных каскадов. И последнее, это попытаться уж совсем хорошо эксплуатировать стрессы, если они не превосходят какого-то тяжелого, ну и, скажем, если они не превосходят порог в каком-то тяжелом смысле. Продукт антистресс мы рискнули создать из четырех компонентов, находящихся в очень своеобразном взаимодействии. Первый — это экстракт пассифлоры. Второй — это экстракт мелиссы. Третий — это фосфатидилсирин. И четвертый — это экстракт легендарного вещества шафрана. Теперь несколько слов об каждом из этих компонентов и том, какой синергический эффект мы от них ждем. Пассифлора — это мощнейший, сопоставимый с очень такой непростой химией, но мощнейший природный компонент, вызывающий седативный эффект, вызывающий подавление реакции возбуждения. Важно ли это для стресса? Максимально важно. Мелисса в комбинации с пассифлорой занимается тем же и регулирует в том числе обмен серотонина. Фосфатидилсирин — это интереснейший компонент цитоплазмы нейронов, то есть природный компонент, фосфолипидный компонент нервных клеток, который сам по себе, будучи восстановленным, является потрясающим бустером, потрясающим восстановителем, в том числе энергетического потенциала нейронов. И, наконец, шафран. Шафран в том виде, в котором, в тех дозах, в том числе, которые существуют в нашем продукте, является абсолютно инновационным и максимально эффективным регулятором антистресса, который в том числе подавляет формирование гормональных постстрессовых каскадов. Получили ли мы синергию в этой связи? Разумеется, да. Мы добились того, о чем я сказал в самом начале. Мы добились нивелирования, в первую очередь, негативных последствий стресса. БАД-антистресс обладает следующими эффектами. Реализует накопительный успокаивающий эффект, снижает негативные последствия стресса, способствует быстрому восстановлению после стрессовых нагрузок и, как итог, повышает уровень адаптации организма к меняющимся условиям. Следующий продукт – баланс нервной системы. Сразу давайте обозначим, кому и при каких состояниях он полезен, показан. И я даже боюсь сформулировать по-другому – необходим. То самое истощение нервной системы, бытовой термин, который нас преследует или который нам знаком и близок по ежедневной жизни, у нас есть тяжелые рабочие нагрузки, хронические заболевания, состояние после травм, хирургических операций. После спортивных соревнований при больших тех или иных психоэмоциональных, каких-то тех самых стрессовых факторах, оставим слово в покое, слово «стресс», давайте говорить просто о высоких нагрузках, приводит только к одному – это состояние так называемой энергетической бедности, энергетической и структурной бедности, как нейронов, так и клеток питающих, клеток глии. То есть для того, чтобы мы восстановили тот самый баланс нервной системы, нам необходимо достаточно активно воздействовать на обмен веществ в нервной системе. Компоненты продукта – экстракт двудольного гинго, гинго-билоба, второе – это фосфатидилсирин, и третье – это экстракт грифонии пистролистой с большим содержанием 5-HTP, 5-гидрокситриптофана. Несколько слов о компонентах. Гинго – практически невозможно себе сейчас представить восстановление нервной системы без веществ, содержащихся в зеленой ткани растения гинго-билоба. Это и восстановление кровообращения на капиллярном уровне, это восстановление энергетического обмена глюкозы в центральной нервной системе, это сосудорасширяющий эффект. То есть гинго в состояниях для состояния, при которых нужно нервной системе, что называется, помочь, практически незаменимо. Фосфатидилсирин, казалось бы, мы добавляем, чуть-чуть обогащаем структурную палитру фосфолипидами. Тем не менее доказано, что фосфатидилсирин имеет невероятный восстанавливающий фокогнитивные функции, в том числе восстанавливающий память, внимание, способность к запоминанию, в случае, если он добавлен в оптимальных дозах. 5-HTP или 5-гидрокситриптофан в составе экстракта грифонии — это мощнейший нормализатор, подавляющий процессы возбуждения нервных клеток. 5-HTP в том числе — это великолепная подготовка ко сну, — это активное участие в так называемом обмене нейромедиаторов. Итак, три компонента, которые находятся в состоянии синергии. БАД — баланс нервной системы — обладает следующими эффектами. Поддерживает стабильное состояние нервной системы, улучшает когнитивные функции мозга, улучшает память, скорость мышления, внимание, способность сосредоточиться, работоспособность. Способствует поднятию настроения, улучшает жизненный тонус, яркость восприятия жизни. Следующий продукт — поддержка сна и биоритмов. Я не уверен, что кому-то имеет смысл объяснять, что в нашем, что называется, высоко-турбулентном мире нету, по-моему, более модной темы, чем попытка все-таки нормализовать сон, который у огромного большинства не является нормальным. Кроме всего прочего, мы очень много путешествуем, мы очень любим жертвовать сном, например, в пользу работы или даже в пользу развлечений. И в итоге нам необходимо заниматься тем, что называется не просто готовиться ко сну, готовить организм ко сну, но еще и просто восстанавливать биоритмы как таковые. Биоритмы стали одной из важнейших тем работы психологов, психиатров, нейрофизиологов последнего времени. Потому что доказано, восстанови биоритмы, и ты очень во многом восстановишь и собственную работоспособность, и собственное здоровье в целом, да и, называя вещи своими именами, продлишь жизнь. Итак, поддержка сна и биоритмов. Итак, основные компоненты БАДА, поддержка сна и биоритмов. Фосфатидилсерин, орегано, солодка голая и шафран. В данном случае я говорю об экстрактах, за исключением фосфатидилсерина, которые являются просто молекулой, как таковой извлеченной. Что это за синергия? Давайте опишем эти компоненты. Экстракт орегано стандартизован по алкалоиду, который называется корвокрол. И в данном случае, ну, на самом деле, совершенно феноменальное явление. Великолепная ароматная трава, прекрасный компонент пищи. При попытке извлечь из него это действующее вещество корвокрол, становится невероятно активным, воздействующим фактором, успокаивающим, нормализующим, восстанавливающим обмен в центральной нервной системе. Солодка голая, глицеризоглабра, это, ну, скажем так, это и легенда мировой медицины, это и историческое наследие, в первую очередь, восточной медицины, это невероятный спектр эффектов. Солодка через напрямую и через, например, те же гипоталомо-гипофизарные связи занимается тем, что, опять же, восстанавливает, успокаивает состояние как центральной, так и периферической нервной системы. Шафран. Думаю, что и у самого компонента, и у продуктов на его основе невероятно успешное и настоящее, и будущее. Это улучшение когнитивных функций, это седативный эффект, это предсонное регулирование обмена веществ у человека. Итак, БАД, поддержка сна и биоритмов, обладает следующими эффектами. Способствует регулированию циркадных ритмов и режима сна. Обладает антиоксидантными и антистрессовыми свойствами. Способствует восстановлению нервной системы во время сна. Сегодня мы рассмотрели с вами БАДы, активно влияющие на нервную систему. В следующих видео мы будем продолжать рассмотрение системы организма.